И всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас настало наконец-таки время стряхнуть пыль старого, забытого в семи аккаунта, хотя может быть кто-то помнит, может быть кто-то знает про этот аккаунт. Да без доната мы дошли, теперь открываем другой аккаунт, это аккаунт Армии, Тимпи Армии. Кто знает, тот знает, кто не знает, тот... Возможно после данного видеоролика для себя уже какие-то моменты точно будет соображать и вообще разбирать в принципе. Это аккаунт с довольно уникальным вооружением, у меня как оказалось в последнее время, теперь имеется пару-тройку аккаунтов, на которых на таких званиях как Капитан есть интересные вооружения, которые мы вместе с вами можем тестить, рассматривать, полноценно прокачивать, превращать в что-то в рубрики, да. Возможно что-то вас будет интересовать больше, что-то меньше, но в общем и целом я хочу их возродить, хочу преподнести для вас эти аккаунты, все же когда я забросил их, аудитория канала была значительно меньше и я уверен, что более половины тех ребят, которые сейчас смотрят видеоролики, про эти аккаунты вообще вовсе не знают. Что у нас здесь уникального вообще на этом аккаунте имеется? У нас имеется 3 М3 пушки, это фриз, страйкеры, рельса, также имеется корпус МК7 или М3, также хорек, плюс резисты МК5 по 25, получается стоковые, да, здесь уже они немножко тут прокачаны, есть 2 реза тут по 15, но в общем и целом это все было куплено комплектами, я выкачивал определенное это вооружение и в итоге оно было М2 фулкачанное, стало М3 полноценное и теперь у меня вот имеются такие вот интересные аккаунты, которые я могу вместе с вами потестировать, поиграть, записать игровые видеоролики, я лишь вам скажу одну вещь, если вам интересен данный аккаунт, да, без доната, понятное дело, уже там активность нереальная была, я буду его продвигать, буду прокачивать, буду записывать видосы, если вам интересен вот именно этот аккаунт, то есть полноценный, это наверное аккаунт, на котором я бы хотел бы прокачивать именно хор на тарельсу, не что-либо другое, да, там фриз можно было бы, можно было бы страйкер, но эти все вооружения по сути у нас довольно стандартные, а вот рельса, при том раскладе то, что у меня здесь имеется всего лишь одно устройство, это устройство на дестабилизацию, у меня нет ни одного такого акка, поэтому я хотел бы продвигать данное вооружение, если вам интересен данный аккаунт, то давайте под этим видеороликом наберем 200 лайков, если 200 лайков набирается, я записываю следующий видеоролик по данному аккаунту, если же нет, то я откладываю этот аккаунт и про него по сути забываю, и больше он мне как бы не будет вообще никогда, наверное, интересен, ну либо же там, может опять же там через полгода я на него зайду и опять что-то там сделаю, прокачаю и все. Поэтому по вооружению я вам сказал, исключительно хор на тарельса, не хочу я здесь катать на других вооружениях, да, то есть это будет проще, и фриз, и страйкер, это более удобное вооружение, вот хор на тарельса это что-то уникальное, что-то интересное, поэтому сегодня на этом вооружении скатаем две полноценные матчмейкинговые катки, ну и посмотрим, что у нас вообще в этом плане получится. Скатаем мы, дабы выполнить заданки, контроль точек, значит, и захват флага. Начнем, я думаю, что с флажков. Я, честно говоря, не знаю, насколько данное вооружение будет актуально на капитане, мне кажется, что от него довольно большое количество резистов в матчмейкинге будет, но, в общем и целом, я буду надеяться на то, что это будет не такой большой проблемой, все-таки у меня рельса на дестабилизацию, и, по сути, нагибать противника я с данным вооружением полноценно, как я думаю, могу. Карту пикает не самую лучшую, это Вольфенштейн, по званиям все примерно так же, как и мое звание, да, то есть все совпадает, капитанчик у нас здесь имеется, единственная, наверное, проблема, что здесь на этом аккаунте нет никакого дрона, поэтому немножко игра будет потяжелее складываться, но я буду надеяться на то, что я смогу здесь вообще хотя бы увести пару-тройку флажков, да, и то, что будет хотя бы какой-то шанс на победку, все-таки это Вольфенштейн, на Вольфенштейне, как вы... Ой, зачем я рельсы выдавал по 0 урона? На Вольфенштейне, как вы знаете, не все так просто, а еще, если я играю на Хорнатор рельсе, сейчас в полете, конечно, хорошую рельсу могу выдать, но я все забываю про вот эти вот замечательные 0 урона и моментами, конечно, это играет свою очень важную роль. До нового звания здесь на аккаунте осталось всего лишь 8000, поэтому если я буду играть на нем, то звонка довольно быстро начнет расти, но с таким вооружением, да, вы сами понимаете, что я не буду играть там на постоянной основе, в видеоролики какие-то записывать, может быть, там на стримах какие-нибудь заданки выполнять, и то это не всегда у меня будет получаться, но это можно будет сделать, и, соответственно, звание будет моментами сохраняться, какое-то определенное, и будем вообще смотреть, что из этого будет получаться, может, вам вообще это не зайдет, да, и как бы не будет интересен данный аккаунт. Что касаемо урона, то есть дестабилизация, я смотрю, довольно неплохие вообще выстрелы вылетают, пока мне маленьких уронов не приходилось здесь видеть, были там 1500 минимально, я так понял, поэтому вроде как все даже очень прилично, если по троечке, там, двоечке урончик будет вылетать, то я буду считать, что это вообще очень хороший урон, катку мы уже начинаем выигрывать, что может быть лучше выигранной катки, вот сейчас полторашка, правда, вылетела, я надеюсь, что я не уйду на респ, нет, все-таки я, походу, уйду, две рельсы выдала с уроном меньше 2000, и поэтому я не сумел добить данного молодого человека, хотя, по сути, наверное, может быть, это немножечко невезение, да, то есть, по идее, наверное, мне должно было быть там, какая-нибудь двоечка красивая или еще что-то побольше, здесь, по сути, наверное, у всех ребят примерное количество здоровья около 2000, и все, что выше 2К, можно сказать так, ваншотится, перезарядка у нее, не сказать, что максимально быстрая, но и, я бы не сказал, что долгая, да, очень, если честно, даже странно складывается пока что данный бой, очень однотипно, и почему-то противник вообще не сопротивляется, ребята таскают флаги, я там килы какие-то даю вообще по безнарным типам, что ли на этих званиях никто нарку не прожимает, то ли еще что-то, но я хз. Пока все как-то очень однотипно, скучно, и я бы даже, наверное, сказал, неинтересно. Первое свое место я, конечно, здесь попытаюсь забрать, как мы всегда играем на первое место и на победку, но, в общем и целом, я, честно говоря, не совсем рад и доволен тем, что на таких званиях сейчас ребята играют без нарки, да, то есть я сейчас, конечно, не успеваю здесь, но играть без нарки на таких званиях, это что-то как-то даже удивительно, я не вижу вообще типов, которые сопротивляются, вроде как у меня тиммейты что-то стараются, но противник это просто какая-то гэгэшечка, я бы, наверное, сказал так, урон хороший залетает по троечке красивой, то есть, ну, вообще, просто сидеть, знаете, так, чисто на чиле ваншотить, там, продвигать ту же рельсу, да, на которой я мало играю, как у меня, например, есть аккаунт Чеппердейла, только с шахтом, а тут только с рельсой, да, то есть пушки, на которых я на постоянной основе вообще довольно редко играю и довольно мало играю, то есть на таких пушках, я думаю, что вам даже тоже будет интересно посмотреть, но это лишь мое мнение, возможно, оно не совпадает с вашим, поэтому после данного видеоролика мы свой определенный анализ, конечно же, проведем, посмотрим, какой там будет фидбэк, если зайдет, то будем катать, потому что в свое время я, покупая здесь дестабилизацию, и когда дестабилизация наносила, если я не ошибаюсь, даже больше урона, все выглядело максимально круто, максимально четко, хотя я сейчас бы сказал бы, что дестабилизация довольно большое количество урона наносит, и практически все танки тут уходят ваншотом, но ладно, тут они как бы играют практически все без ДАшек, то есть без расходки, если бы они, конечно, и с расходкой играли, то я все равно думаю, что ничего бы там кардинально бы не изменилось, то есть я бы все равно бы наносил довольно большое количество урона, уничтожал бы противник, и, соответственно, забирал бы свои первые строчки в табе, и получал бы как бы звездочки, да, если бы они мне были бы, конечно, нужны. Ладно, на CTF-очка заканчивается довольно просто, я не буду тут, да, как бы, ну, понятное дело, что у меня хорошее вооружение, да, вы мне в комментариях всегда напишите, да, что там сложного нагибать на таком вооружении, но здесь больше уникальность вооружения, да, и то, что такие аккаунты я вообще могу продвигать, могу прокачивать, и затем, да, показывать вам, что могут показывать какие-то определенные вооружения на каких-то определенных званиях, рассматривать полноценно бои, да, а не красоваться тем, что «О, у меня рельса лучшая нагибаторская разваливает все, что движется». Понятное дело, что она будет нагибать, если она будет у меня в прокачке больше, чем у всех игроков, которые играют на моих званиях. Это же, ну, никто с этим даже не спорит. Просто здесь идет акцент немножко на другие моменты, на то, чтобы вообще все это дело популяризировать и продвигать. Ну, и заодно, конечно же, следить, что вообще происходит в боях на таких званиях. Я вот, например, не думал, то, что я зайду сейчас на такие звания и увижу игроков, которые даже не прожимают нарку. То есть они играют без расходки. Они играют на слабых вооружениях, как боты, я бы сказал так, потому что, ну, серьезно, если челик играет с приваренной башней без нарки, то как я вообще могу полноценно охарактеризовать данного игрока? Скорее всего, он играет либо с телефона, либо он абсолютно не заинтересован в игре, либо это просто какой-то аккаунт, который, там, знаете, где-то куплен. Ну, я, конечно, шучу, но полноценно вы понимаете, да, о чем речь идет. То есть игрок не сам набивал это себе звание, и, соответственно, он в этой игре не рубит вообще абсолютно никакую фишку, да. У меня такое впечатление складывается, потому что, ну, пикать в такие бои, когда я могу вот так вот просто стоять, знаете, да, на вражеском респе, и меня там раз в год кто-то стреляет, у меня всякие мысли сразу в голове начинают прокрадываться о том, что, блин, я серьезно играю на капитанах, или я играю где-то там на вобранцах, или там на каких-то первых сержантах, потому что, ну, как-то это очень странно максимально, когда сопротивление никакого вооружения у противников, даже если и есть более-менее нормальное, но они не играют на этом вооружении так, дабы быть полезным вообще в бою, дабы приносить пользу своей команде и пытаться вообще выигрывать, зарабатывать опыт и как-то прокачиваться, да, то есть если вот такие вот ребята будут на постоянной основе играть в матчмейкинге на этих званиях, то я вообще не знаю, что в игре будет в ближайшее время, да, то есть понятное дело, что если я буду заходить и откладывать еще этот аккаунт на какое-то более длительное время, то затем я буду заходить в эти бои и видеть здесь не М2 вооружение, а буду видеть здесь М1 вооружение, не качаный, да, абсолютно, и просто играя на таком вооружении, будут мне говорить, что я тупой донатер, который просто задонил на акк, и поэтому имею такое хорошее вооружение. Ладно, у нас падает контейнер, давайте я попробую его все-таки поймать. Не знаю, получится у меня это сделать, не получится, но мне очень сильно хотелось бы это сделать. Челик пролагивает и забирает мой фонд. Ну ладно, мне как бы не сказать, что он был сильно нужен, но если бы я его забрал на видеоролик, открыть можно было бы его и посмотреть вообще, что да как. Ну в общем и целом эта катка так же, я так смотрю, подходит к концу, опять тоже досрочка, опять без спота, хоть и вот сейчас пикается вроде как первый и более-менее нормальный противник, за меня, к слову, пикает каких-то игроков, хотя бы которые двигаются, которые хотя бы что-то стараются делать. Возможно, это просто не везение, с точки зрения того, что я поймал такие тайминги, и противник падает, ну, какой-то относительно очень простой, легкий и неинтересный. Возможно, если бы я, например, сейчас был бы против, то я бы наоборот бы горел бы на своих тиммейтах и говорил, что против играют сильные ребят. Я не исключаю такую точку зрения, но по сути вы видите сами, да, результат. У меня 300 опыта, у второго моего тиммейта 140, восьмерочка УП можно было бы даже сделать больше, если бы я бы не балаболел, а старался бы набивать опыт и вообще как-то, ну, делать какое-то продвижение по ходу этого боя, а не просто там, знаете, рассказывать какие-то свои истории и параллельно кидая урон по противнику. Но, в общем и целом, получилось довольно-таки неплохо. Вооружение себя полноценно оправдывает. Не зря я в свое время покупал дестабилизацию на данный аккаунт. А это значит, что, по сути, вооружение имеет смысл и оно будет интересно не только для вас, но и для меня. Я буду играть на нем, буду смотреть, продвигать, да, все заданки выполнил довольно неплохо, круто, замечательно. Походу мне еще даже контейнер накинуло, но сейчас мы его откроем, может быть, что-нибудь хорошее здесь нам упадет. Открываем его. 3500 кристаллов. Ну, в принципе, довольно-таки неплохо. Поэтому, друзья, вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, о боже, друзья, друзья. Получился такой видеоролик. Если он вам зашел, если он вам понравился, если вы хотите продолжения по этому аккаунту, как я и сказал в начале видоса, набираем 200 лайков на нем и записываем тогда следующую часть с этим акком. Не забывайте также подписываться на канал. Потихонечку идем к своим красивым 9000, поэтому, если вы смотрите данный видеоролик без подписки, вам, может быть, там в рекомендации выбило, либо вы просто не подписываетесь, да, то мне будет приятно очень, если вы подпишетесь. Также не забывайте про группу ВК, в которой все анонсы по нашим турнирам, по какой-то другой информации, да, связанные с нашей командой, плюс ссылочка на дискордик. Сервер, где всегда сидим, общаемся. Переходите, не пропускайте ничего. Ну, а с вами был Мистер Банка, да. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.